Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что к нам присоединился. Начинаем курс, именно курс новой изумительной маски. Чем она изумительна? Тем, что она прекрасно справляется с пигментацией, с темными пятнами, которые вырисовываются на лицах, особенно после 30. И выравнивает цвет кожи, естественно, у нас здесь рябина. Рябина имеет агрессивные органические кислоты. Это прекрасные кислоты, которые с горькотой, они просто уникальны по своему составу, ни с чем не сравнить, даже малину, даже малину, я считаю, королева, потому что там ацетилка, но ни с чем не сравнить. Вы знаете, в 2001 году я купила шикарную книгу, вот такую вот книгу, она у меня, конечно, вся уже потрепанная, все, называется «Ягоды природные целители», но я рекламировать не собираюсь. Это, по-моему, Санкт-Петербург выпускал, в 2001 году. И здесь вот основные, основные свойства всех ягод, самых необходимых для нашего организма. И вот рябина – это одна из тех ягод. Кстати, рябина бывает не только красная, но и черная. Но о черной мы будем говорить чуть позже. А вот рябина именно сейчас. Недельная маска. Недельная. Не надо мне писать, когда, знаете, вот есть некоторые, посмотрят видео и сразу же пишут «Да, там то-то-то-то, да, вы много говорите, а как же ж мне объяснить состав этой ягоды и этой маски и как что действует?» Вы, например, знаете, как у вас кожа реагирует на витамин С в огромном количестве в рябине. Прежде чем на себя наносить, на запястье нанесите, переспите с этой ягодой ночь и утром посмотрите. Если у вас сильное высыпание, то, значит, у вас, наверное, аллергия или еще. Если все в порядке, все нормально, значит, это ваша ягодка. Мне все ягоды подходят, даже у меня когда легкая краснота, если что, ничего страшного. Я знаю, что идет реакция, идет процесс, и моя кожа напитывается. Это уникальная ягода, и она все витамины красоты содержит. Это витамин А, витамин Е, витамин С и группа витаминов В. Но я еще добавлю витамина Е дополнительно. Такой витамин Е можно купить всегда в любой аптеке. Токоферол называется. Также я буду использовать калентулу масла. Я буду использовать сладкий апельсин, одну каплю. И одну каплю я буду использовать масло иланг, иланговое. Иланг, иланговое масло эфирное. Тоже одна капля. Я буду использовать две капли сока лимона, натуральный, 100% нелимонная кислота. И ложечка меда. Для густоты, чтобы у меня густая смесь была, я буду использовать овсяную крупу. Ну и начнем. Я еще раз говорю, что это бесподобная маска. Бесподобная. И в косметологии рябину можно и красную использовать, и черную. Не имеет значения. Все подойдет. Еще, девочки, у кого сухая кожа, вы можете, вот я, это можно добавить, добавить сюда в эту смесь еще пол чайной ложки сливок. У кого жирная кожа, если у кого жирная кожа, то можно белок добавить и жирный блеск убрать. Но я вообще хочу сказать, что рябина, она прекрасно справляется с жирным блеском. Я беру одну чайную ложку, можно сделать даже с горкой, муки овсяной. И дальше, это у меня как основа, сюда беру 7 ягод чистых, мытых и высушенных, рябины красной и вот такую вот свежую сорванную мяту. Для успокоения, потому что кожа тоже любит, чтобы ее успокаивали. И пошло дело. Вот этот весь сок, который идет у меня, видите, и даже сейчас кашица пойдет, вот она. Вместе с мяткой, все это нам настолько полезно. Все до конца, до конца, до конца. Еще раз говорю, что она сейчас очень сочная. Вот именно сейчас время делать 7-дневный курс. У меня я делала вот так, вот так, вот так. 7-дневный курс этой маски. Результат о результате вы мне скажете через 7 дней. Я думаю, что вам очень понравится. Ваша кожа вам скажет спасибо за такое питание. Мелкие морщинки, вот хотите, не хотите, они разглаживаются. Но самое главное, что эта маска изумительная от пигментации. Достаточно. Дальше я добавляю сюда сразу же мед. Одну чайную ложку меда. И сразу делаем вот такую кашицу. Видите, что у нас получилось? Такая вот кашица. Прекрасно. Дальше, дорогие мои. Вот эта горькота, в ней столько витамин. И эта горькота справляется с микро... Вот какие у нас там микробы на коже, на эпидермисе. Ммм, как они не любят эту горькоту рябиновую. Вы понимаете, что калина тоже уникальная ягода со своей горькотой. Но она еще не созрела. Калина все-таки любит морозы первые. Рябинку тоже можно прям перед морозами. Но сейчас в ней столько сока. Того сока, который нам нужен. Дальше я добавляю 2-3 капли лимонного сока. Натуральный только должен быть лимонный сок. Ни в коем случае не лимонная кислота. Лимонная кислота это отрава, которая вызывает рак. Нам не нужна эта отрава. Дальше. Масло календулы. Масло календулы пол чайной ложки нам нужно. Прекрасно. Если какие-то прыщечки или еще что-то. Прям пол чайной ложки. Справляется со всеми прыщечками. Даже просто мажете, если в течение 10 дней справляется. Масло календулы. Ну естественно, если это настоящее масло календулы. Дальше берем. Я всегда, всегда в любую маску, в любой крем добавляю витамин Е. Альфа-токоферол. В любой аптечке вы можете купить. Всегда добавляю. Так, три капли. Сюда мне хватит. Кожа сияет. И там меня спрашивали пудрой. Вы пользуетесь пудрой? Вы знаете, я пудру вообще не покупаю. И пудрой я пользуюсь. Не пудрой, а делаю свою присыпку. Как ее делать домашнюю? С рисовой крупой иногда у меня есть видео. Дальше апельсин сладкий. Эфирное масло. Одна капля буквально. Больше нам не нужно. Раз. Все. Ну, две капли. Это уже много. Но ничего. И иланг-иланговая. Это великолепное масло. Про него я буду рассказывать отдельно. Наверное, скажем, цены этому маслу нет. Иланг-иланг. Для омолаживания. Во-первых, увлажняет и разглаживает кожу. Устраняет вот это расслоение и ломкость даже ногтей. Вот так вот действует иланг-иланговая. И для волос оно прекрасно. Укрепляет волосы. Предотвращает их ломкость. И в компании с апельсиновым маслом эфирным. Не путайте вот эти косметические масла с эфирными маслами. В компании с апельсиновым маслом и с лимонным маслом. Просто идеально для кожи, для отбеливания. Поэтому я беру две капельки. Ну и, конечно же, запах. Хороший запах. Такой, знаете, какой-то жасмин. Вот с лимончиком, когда... Или со сладким апельсином. Это необыкновенно. Все. Моя масочка готова. В принципе, теперь я ее нанесу на лицо. Вы как хотите. У вас может быть салфетка, как у меня есть. Специальная, которую вы промокаете хабешная и наносите на лицо. У вас может быть просто пальчиками наносить. У вас может быть специальная щеточка на лицо наносить. Если вам сильно жидко, вы можете добавить еще немножко муки. Регулируйте. Делайте. Но самое главное. Курс. Это должен быть 7-дневный курс. От 7 до 10 дней. После этого мы отписываемся. Пишем обязательно результаты. Потому что... Ну вот, когда посмотрят видео, допустим, и говорят, да, там этот... Ну, зачем так? Так не надо. Я вам говорю, что действуют. Действуют. Все мои масочки, они проверенные годами. Когда полвека позади, можно легко сказать, что лицо в идеальном порядке. Я очень довольна. Моя приятельница косметолог. И она приходит ко мне на масочку. Я ей делаю. Вечером сидим, дурака валяем. Ну, мажемся. Мажемся масочками. Болтаем. Нам есть что обсудить. Но самое главное у нас чаебитие. Пьем чай. Вот суть в том, чтобы выпить хороший чай. В этот чай нужно добавить обязательно рябиновый сок. Рябиновые капельки. Хотя бы несколько. И лимончик. Обязательно. Если вы делаете маски, не забывайте каждый день употреблять йогурт. Вот если идет у меня 7-дневный курс сейчас маски на лицо. Я каждый день козий йогурт именно с этими ягодами употребляю. И тогда процесс идет еще более сильный. И запишите такую масочку. Для увядающей кожи подойдет маска из теплого картофельного пюре. Только вы не кушайте картофельное пюре. А пока вот сейчас молодая, сравнительно молодая картошка. Используйте ее для масок. Возьмите теплое картофельное пюре. Возьмите немножечко сливки. Одну чайную ложку. И растертые ягоды рябины. Штук 7. Тоже идеальная для увядающей. Еще одну масочку запишите. Если у вас расширенные поры. Рябина это то, что надо. Возьмите одну столовую ложку ягодного пюре. Прямо сделайте пюре из этих ягодок. И по ложке кефира и сока петрушки. Изумительная вещь. Сейчас еще пошел сельдерей. Можно сельдерей. Он изумителен от отеков. У нас будет впереди маска. После этой маски 7-дневной. У меня начнется курс следующей масочки. И я вам обязательно расскажу, что это за маска и как убирать отеки. А сейчас у меня именно это. А я вас всех люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие. А самое главное, будьте красивы.